Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области, а ныне своего жесткого и непримиримого оппонента Михаила Саакашвили украинского гражданства, которое сам же ему предоставил два с небольшим года назад, когда пригласил грузинского политика окончательно переехать в Украину и полноценным образом включиться в украинскую политическую жизнь. Я не хочу анализировать здесь и сейчас причины, приведшие к разрыву Порошенко и Саакашвили, который был окончательно оформлен скандальным президентским указом, уже вызвавшим волну критики в украинских СМИ. Я не хочу обсуждать, почему и зачем украинский президент издал этот указ, в особенности всевозможной экстравагантной теории на этот счет. Например, версию о том, будто на самом деле это лишь спектакль, затеянный по обоюдному сговору для того, чтобы реанимировать пошатнувшуюся популярность Саакашвили в Украине. Или другую подобную версию, что Порошенко принял решение чуть ли не по указанию лошингтонгского или брюссельского обкома, где у Саакашвили якобы появились некие могущественные недоброжелатели. Оставляю конспирологию конспирологам. Хочу сосредоточиться исключительно на юридической стороне вопроса. Указ президента не опубликован, и в его отсутствии есть только один официальный документ. Информация об этом указе обнародованная на сайте Государственной миграционной службы Украины. В этом сообщении прямо дается ссылка на статью 19 закона о гражданстве Украины, в которой перечислены основания для потери гражданства Украины. Открываем закон, читаем статью 19. Отношение к казусу Саакашвили имеет лишь пункт 2. В нем говорится, что человек может утратить гражданство Украины в случае, если он приобрел его на основании статьи 9 этого же закона, при этом совершив обман, либо сознательно предоставив неправильные сведения или фальшивые документы. Что ж, смотрим статью 9 закона о гражданстве Украины. В ней подробно описывается, как она может быть предоставлена иностранному гражданину. Единственная часть этой статьи, которая опять-таки может иметь отношение к казусу Михаила Саакашвили, гласит следующее. В гражданство Украины не принимается лицо, которое совершило преступление против человечества или осуществляло геноцид, осуждено в Украине к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, до погашения или снятия судимости, совершило на территории другого государства действие, которое признано законодательством тяжким или особо тяжким преступлением. Принцип презумпции невиновности означает, как известно любому проповеду первокурснику, что никто не обязан доказывать свою невиновность, а человека в разряд совершивших преступлений можно занести только на основании приговора суда, вступившего в законную силу. На тот момент, когда Саакашвили получил украинское гражданство, а было это 30 мая 2015 года, никаких вступивших в силу приговоров суда в отношении бывшего грузинского президента не было, нет их, кстати, и по сей день. Саакашвили лишь предъявлены обвинения, назначена мера пресечения, заочный арест. Однако, опять-таки, любой студент-первокурсник легко объяснит, что между предъявлением обвинения, назначением меры пресечения, прочими следственными действиями и обвинительным приговором лежит дистанция огромного размера. В законе о гражданстве Украины, который я выше цитировал, кстати, говорится, ни слова о том, что в гражданство Украины не может быть принято лицо, против которого в другой стране ведутся те или иные следственные действия, как в случае Саакашвили. И если уж на то пошло о том, что новые власти Грузии давно пытаются развернуть кампанию уголовного преследования Михаила Саакашвили, давно и хорошо известно во всем мире. И в Европе, и в Америке отношение к этому однозначное. Все эти дела, все эти обвинения – попытка свести счеты с политическим конкурентом. Уместно напомнить, что в августе 2015 года Интерпол отказался объявлять Михаила Саакашвили в международный розыск на том же основании. Обвинения против него выглядят политически мотивированными. Примерно то же самое говорится в опубликованном давече украинской правдой копии постановлении украинской прокуратуры об отказе в удовлетворении запроса грузинских властей об экстрадиции Саакашвили, датированного 31 мая 2015 года. Там есть ссылка на статью 3 Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Эта статья как раз про то, что для отказа в выдаче достаточно лишь подозрения, что за обвинениями могут стоять политические мотивы. Я не говорю уже о том, что есть еще один юридический аспект казуса Саакашвили. Украина несет определенные международно-правовые обязательства избегать принятия решений, в результате которых физическое лицо может оказаться в статусе апатрида, то есть лица не имеющего гражданства ни в одной стране. А именно так получается Саакашвили. Суда не было, но он скорее всего будет. Михаил Саакашвили наверняка будет обжаловать в судебном порядке действия украинских властей и добиваться восстановления в гражданстве Украины, и наверняка ему будут помогать высококвалифицированные юристы. Откровенно говоря, пока трудно себе представить, как украинские власти будут отстаивать в суде свою правоту, если это делать по закону. Рассмотрение дела о гражданстве Саакашвили в любом случае станет лакмусовой бумажкой на проверку независимого суда в постмайданной Украине. И вообще вся эта история только начинается. Евгений Киселев